Метро бесшумное. Чтобы городская подземка не доставляла неудобства алматинцам, проживающим близ станции, сотрудники метрополитена проверили уровень шума и вибраций вагонов, а также безопасность движения составов. Подробности в материале моих коллег. Комиссия метрополитена проверила участки путей подземки на наличие вибраций при прохождении вагонов. С использованием техники специалисты сделали замеры уровня децибела в подъездах домов, расположенных близ станций. Первой, которой посетили ревизоры, стала пятиэтажка на Крумагазы Тулебаева. Данные собрали во время движения состава от станции Алмалы к станции Абай и в обратном направлении. На данном участке уровень вибраций не превышает предельно санитарных норм. Так как последний замер, я могу сейчас показать, не превышает санитарные допустимые нормы. Здесь, допустим, от 86 до 101, значит, фактические показания от 71 до 81. Допустимые, значит, не превышает. Перед тем, как запустить движение, на каждом участке спецкомиссия проверила колесные пары и состояние путей. По результатам осмотра и некоторых доработок сотрудники метрополитена констатировали. Неудобств жителям подземка не доставит. Полностью поменяли резиновой прохладкой на этом участке, производили обточку колесной парой. Да, там на кривом участке бывает, что там скрипы появлялись в то время. И после этого она устранилась. В данный момент жители домов, расположенных вдоль линии метро, отмечают, что не чувствуют никаких шумов и вибраций. Вон я сказала, что никакой вибрации мы не ощущаем. Иногда бывали вибрации, но они, знаете, как будто грузовая машина проезжает. Но это было один, может быть, или два раза, и еще как только открыли. Я не чувствую никаких вибраций от метро. А накануне сотрудники Алматинского метрополитена провели на объекте внеплановую проверку путей, составов и станций. А также отработали несколько сценариев возможной аварии. Такие ЧП, как аварии при неисправности стрелочного механизма и возможного скачка напряжения, специалисты исключили. Система управления полностью автоматизирована, а электроэнергия переведена на автономный режим. Сейчас в Алматинском метро семь станций. К концу года планируется запустить еще две – Сайран и Москву. Шедра Желтбаева, Скандар Бектугу Спаев, телеканал МАТЫ.